Здравствуйте, дорогие мамоли и детки! Мы поговорим с вами о двухмесячном ребенке. Вот у нас Маша, ей два месяца. И я хочу вам рассказать, что она должна уметь, что она делает, как вы должны кормить, как она должна набирать вес за эти два месяца. И поговорим об основных проблемах, которые могут быть у вас, у вашего ребенка, с два месяца. Значит, вы видите, что пока я с вами общаюсь, разговариваю, наша Маша очень внимательно прислушивается к тому, что она слышит мой голос. Кроме того, уже лучше в этот период развиты слуховые и зрительные сосредоточения. Маша наша умеет длительно смотреть за предметом, который движется, и за предметом, который стоит на месте. Поэтому, дорогие мамы, в два месяца ваши дети могут уже четко следить за этими предметами. И я надеюсь, что в два месяца у вас уже висит каруселька или хотя бы большой шар на расстоянии 50 сантиметров. Сейчас я вам покажу, как наша Маша следит за движущимся предметом. Видите, поворачивая с голову, замерла. Видите, как сразу наблюдает. Значит, два месяца очень важно, это контакт мамы с ребенком. И чем больше вы обращаете внимательно своего ребенка при перенадении, купании, при разговоре для вашего ребенка, ваше лицо является головоломкой. Вы можете ее убрать на руки. Еще хорошая моя Машенька красавица. Разговаривать с ней, петь ей песни, рассказывать сказки, потешки. Так, она, ребенок в два месяца, он рассматривает ваше лицо. Он различает маму, различает другого, чужого человека, который к ней пришел. Вот, и очень важно, контакт, глаза в глаза. Да, Маша? Не хочешь со мной общаться? Смотришь, смотришь. Да, это я. И разговаривать. Вот в этот период, конечно, основное общение ребенка с мамой, это главный способ общения, это плач. Да? Но уже в два месяца появляется гуление. Ваши дети могут сказать вам «агу», но сами они не скажут. Дорогие мамы, вы должны сами им это говорить. «Агу», Маша, «Агу», «Агу», «Агу». Маша наша не хочет с нами говорить «агу», «Агу». Ну что? Они улыбаются, уже более осознанно в два месяца. Говорят «агу». Есть дети, которые не говорят гласные, а говорят согласные. «Ке-ке», «Ке-кха». Да? То есть в этот период, в два месяца, уже появляется гуление. Да? Гуление. Сохраняются все рефлексы еще в два месяца. Все рефлексы, о которых мы с вами говорили, для месячного возраста. Спят такие дети примерно где-то 18 часов в сутки. Да? Перед кормлением мы снова говорим с вами о кишечных коликах, о срыгиваниях, о которых проблемы эти все равно останутся. Но для двухмесячного ребенка характерно то, что он более уверенно держит голову. Посмотрите, как Маша сразу стала держать голову, подняла ее высоко. «О, давай, Маша, молодец!» Так. Если ваш ребенок ленивый, голову плохо держит, помогите ему, вот так вот ручки подложите ему. «О, Маша, молодец!» Видите, как хорошо она держит голову. Так? Можете, иногда дети поднимают попу вместо головы. Я тогда говорю, давайте придержим мы эту попу, пусть он держит голову. То есть вот это Маша должна уметь. Должна уметь следить за движущимся предметом, за предметом, который находится на расстоянии 50 сантиметров, различает яркие предметы, любит общение с мамой, да, контакт мамы с ребенком должен быть очень тесный. В два месяца ребенок хорошо должен держать голову, так? Рефлексы ползания, опоры, ходьбы, еще у такого ребенка сохраняются, защитные рефлексы. Они начинают угасать уже ближе к трем месяцам. Так? Перед кормлением таких детей обязательно выкладываем на живот. После кормления, чтобы профилактика срыгивания, держим их вертикально. Вот, вот, хватательный рефлекс. Видите, как хорошо она схватила пеленку. В два месяца вы можете дать ребенку игрушку. Рассматриваю это на игрушку. Маша, возьмем игрушку в ручку. Вот, видите, вы можете дать игрушку в ручку. Вот, уже может бессознательно еще взять игрушку в руку. Вот мы даем, даем. Она схватила ее. Вот, молодец. Ну, позвини нам, позвини нам, Маша, игрушкой. Молодец, умница, умница, хорошая девочка. То есть, интерес у нее есть. Вот, к свету яркому, к халатам, ко мне, как к доктору, к маме своей. В два месяца ребенок должен у вас набрать 800 грамм. 800 грамм. И подрасти на 3 сантиметра. То есть, первый месяц, я вам говорила, 600 грамм. Второй месяц 800 грамм. И подрасти на 3 сантиметра. Увеличивается потребность у таких детей в лактации, в питании. И этот период, два месяца, мы называем периодом коротких штанишек. Третья-четвертая неделя. Усиленный рост. Начинается ребенка. Повышена потребность в еде. Естественно, в лактации. У наших женщин, те, которые находятся на грудном скармливании, появляются лактационные кризы. Лактационные кризы бояться не стоит. Они встречаются, я уже вам о них говорила. И 2 месяца, 2 месяца, это тоже начинается лактационный криз. Поэтому чаще прикладываем к груди. Следим, чтобы ребенок ваш прибавлял вес. Я вам сказала, что ежесуточно 20-30 грамм ребенок должен набирать вес. Отдыхать побольше. На свежем воздухе быть. Спать, кушать. Больше пить жидкости. И чаще прикладывать к груди. И вот эта неделя, которая чаще всего и совпадает с периодом интенсивного роста ребенка. Ее нужно просто пережить. Не нервничать. Потому что, запомните, мои дорогие мамы. Если вы нервничаете, что ваш ребенок не спит, беспокойный. Не выдерживает часы между кормлениями. То у вас вырабатывается, что гормон кортизол. Гормон кортизол попадает к вам в грудное молоко. И еще больше ваш ребенок беспокоит. Поэтому спокойная мама, да? Сытая мама. Отдохнувшая мама. Конечно, будет сытый и спокойный ребенок. И это намек для наших пап, которые должны помогать нашим мамам. Какую-то часть работы в этот период времени взять на себя, на прогулки. Покупать ребенка. Помочь маме переодеть ребенка. Дать маме поспать. Для двухмесячного ребенка важен массаж, гимнастика и закаливание. Вот, когда вы распеленали свою девочку или мальчика, так, он получается, массаж в основном кроется, что? Поглаживание, снизу вверх. Мы с вами уже проходили, у нас есть на канале массаж маленьких детей. Все, что там есть, это по сути дела до трехмесячного возраста. Поглаживание. Каждый пальчик разминания. Так, зарядки простые. Вот такие зарядки. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, вы можете снять с них кофточку, да? То есть получается у ребенка и воздушные ванны, и одновременно зарядка. Так, это и закаливание, и массаж одновременно у ребенка происходит. Так, поглаживаем грудку, поглаживаем животики, чтобы не было у нас коликов. Так, на спинке мы тоже можем просто, вот я вам еще раз повторяю, просто поглаживание. Вот, на животе, чтобы ребенок дольше у вас лежал. Так. И воздушные ванны, когда вы будете его ополаскивать, можно на пол один градус уменьшить воду для ополаскивания. Гигиенический уход никто не отменял. Тоже подмываем девочек и мальчиков. Стараемся меньше пользоваться памперсами, салфетками. Вот, конечно, это очень удобно. Но, если вы хотите, чтобы у вас не было никаких проблем, не было обрелости, не было каких-то кандидозного поражения кожи, то старайтесь менять вовремя памперсы и чаще после идентификации, после мочеиспускания ребенка подмывать. Я вам рассказывала это тоже и показывала на примерах, как это делается. Вот наша Маша немножко срыгнула, она у нас покушала. Для двухмесячного ребенка те же проблемы с рыгиванием кишечной околика. Для двухмесячного проблемы с запорами тоже сохраняются. С такими детками мы тоже ходим на прогулку. Время пребывания на улице у нас уже может увеличиваться до сорока, а то и часа, если хорошая погода. В зимнюю пару года температура не должна превышать 10-15 градусов. Одеваем ребеночка нашего по погоде. Как говорят, сколько одежек на взрослого, плюс две одежки на ребенка. Одеваться дети не любят, очень не любят. Вот я сейчас ее одеваю, собираюсь уже ее отправлять в сон. Она у нас покушала, и она возмущается. Конечно, не нравится. А кому это нравится? Все понятно? То есть эмоции у нас есть, вы видите. Мы протестуем. Сейчас тебя красиво как оденем. Будешь модницей у нас. Да. Ну, вы видите, что она в памперсе. Памперсы тоже старайтесь менять. Конечно, это хорошо на прогулку памперсы, в сон в памперсах. Вот. Но если есть возможность, я вам покажу, как можно запеленать ребенка, не используя памперсы. Модница, модница, модница. Не нравится тебе? Конечно, кому это нравится одеваться? Холая прижала постоянно, правда? И воздушные тебе ванны, и закаливание. Все вместе. Для двухмесячного ребенка, для того, чтобы он более уверенно держал голову, вы, конечно, будете выкладывать его на живот. Но желательно еще вот так вот, к себе прижимая спинку и немножко вперед голову, носить такого ребенка. И тогда у него что? Будет формировано. Он тоже начнет хорошо держать голову. Потому что есть дети со сниженным тонусом, да, и они поздно начинают держать голову. Поэтому их нужно учить. Вот так вот наша Маша тоже. Вы видели, как она хорошо держала голову лежа на животе. И сейчас вот тоже она щеки свои повесила. Мы учим ее держать голову на весу. Вот так вот. Дорогие мои мамы, Я желаю здоровья вам и вашим детям. Кормите их, чтобы они набирали правильный вес. Не перекармливайте, не докармливайте. Разные есть ситуации. Если какие-то вопросы у вас возникают, пишите. Буду стараться ответить на ваши все вопросы. И если получится снять ответы в виде видео вместе с детьми. Всего вам самого хорошего. Будьте здоровы. Подписывайтесь на наш канал Мамоли и детки. Буду очень рада с вами встретиться.